Добрый день, друзья и недруги. Я записывал здесь программу на днях «Мой район» с Геннадием Хазановым о реставрации театра эстрады. В сентябре откроется. И мне в комментах там в очередной раз начали петь песню про то, что он войнист и испугант и прочее-прочее. И вот в Википедии написано, я читаю просто. «В марте 2022 года покинул Россию, уехал в Латвию». Все спектакли с его участием отменены. Ну, а я не знаю, как насчет спектаклей. Наверное, может быть, отменялись какие-то спектакли. И в Латвию, наверное, он тоже уезжал. Но и не из России, а уезжал он в Латвию, как и во многие другие страны, на отдых. В общем-то, было бы странно, если бы человек, его статус, его заслуг не мог себе позволить поездку в любую, вообще говоря, страну мира. Куда пустят. Вот. Он никуда не уехал. В смысле миграции. Кстати, и чтобы два раза не вставать. И Леонид Ирмольник тоже никуда не уехал. Андрей Владимирович Макаревич, кстати, уехал в Израиль до начала специальной военной операции. Просто не стал возвращаться. Ну, вот очень жаль, многие люди, не могу говорить за всех, но многие люди моего поколения тем огорчены. Потому что все-таки Макаревич никогда не был таким прям уж яровно вольнистым, как его партнер в ваше невремя Александр Викторович Кутиков. Казалось бы, какой-то компромисс можно было найти. Но, увы, еще раз увы, меня, скажу еще раз, меня это огорчает. Потому что Макаревич это все-таки легенда отечественной рок-музыки. Сейчас многие начнут, наверное, бурлить. Но я остаюсь при своем мнении. Макаревич, категорически не разделяя его позицию по внешней политике России, по Крыму, тем более. Вот. А возвращаясь к Казанову, в конце передачи, после моторов, я не удержался. И, как мне кажется, к неудовольствию моего виза-виза, писал такое селф-видео насчет его отъезда. Ну, такой стеб. Оставлю еще раз его в конце сюжета. А сейчас напомню наш давний с ним разговор в рамках проекта «Семейный альбом» о его родителях. А потом еще один про антисемитизм в нашей стране. Два, короче говоря, будет отрывка. Свидетель. Геннадий Хазанов уехал за Россией. Вы читали телеграм-каналы, заглядывали в Википедию. Вот это голограмма. Вот видите, здесь у нас на канале. Москва доверия. Голограмма. Он из... Вы куда уехали? В Америку? В Израиль? На Марс? Вы, так сказать, откуда транслируете изображение? Да, сейчас я перебираюсь с Юпитера на Меркурий, поэтому не могу с вами разговаривать, мне плохо слышно. Но вам будет хорошо видно и слышно на телеканале «Москва доверия». Вы посмотрите часовую нашу беседу с голограммой Геннадия Хазанова. Добрый день. Сегодня мы листаем семейный альбом Геннадия Хазанова. Бонжорно, бомбини. Здравствуйте, дети. Сональвостро. Ново маэстро. Я ваш новый учитель. Я знаю, что вы верите в гороскоп. Потому что вы как-то рассказывали... Верю, верю. Да, а Райкин сказали, что он скорпион. Я понял, что очень серьезно к этому. Но вы стрелец вот так вот по ощущениям? Абсолютно. Да, то есть все, что вот написано... Ну, абсолютный. Мало того, что стрелец. Еще и петух, что ли? А погода-то да. Кстати, я тоже. Тяжелый у нас знак. Все, мы прям по зернышку, по зернышку должны работать. Вообще петух, прям скажем, если смотреть на это со стороны, лучше собакой быть, мне кажется. Что-то в петухе есть такое очень... Э-э... То есть на год позже... Горцующее. Ну да, мы такие. Есть, есть. Прилетаю я как-то на Таити. Вы не были на Таити? Ну так вот. А майор Томин мне и говорит. Сберкассу ограбила бани Моника из кулинарного техникума. Горцующее, обязательно кукарекающее. Но уже было поздно после того, как факт рождения состоялся. И это зафиксировали в свидетельстве рождения. Уже куда деваться? Ну, а, кстати, 1 декабря вы могли бы там чуть-чуть и дотянули бы следующий год собаки как раз после... Ну, это еще надо два месяца следующего года. Да, восточный, с февраля. Без вариантов. Сколько же мать должна была беременной быть? Вы чего? Мы, кстати, про мать заговорили. У нас первая фотография, естественно. Вы с мамой. Здесь не просто складывалось, да, в том смысле, что вы росли-то без отца. Да. Вы рассказываете об этом часто. Неохотно, но спрашивают всегда. Потому что, конечно, у вас феноменальная история, что вы росли без отца. Потом выяснилось, что в какой-то период вы с ним жили. Помню, в тот период, когда вы уже были известны всей стране. Я все-таки думаю, может быть, он к вам не подходил, потому что он знал вас, потому что это выглядело бы уже, что он вас не взрастил, а вы, когда уже стали известным, он захотел прислониться к знаменитостям. Я думаю, что все-таки такое объяснение. Как вы сами считаете? Ну, у меня более сложные ощущения. Там были другие причины. Я с вашего разрешения просто их опущу. Конечно. Вы рассказываете о своей жизни, иногда такие вещи говорите, которые кто-нибудь предпочел бы умолчать. То есть вы бываете очень откровенно. Допустим, меня совершенно поразил эпизод, что в 13 лет заполняю, по-моему, учетную карточку, комсомольскую или какую-то. Комсомольская написала осетин. Да, не еврей, а осетин. Да. Так, выпьем эту орлиную кровь из этих хрустальных бокалов за нашу чудесную хозяйку, женщину с большой буквы. Знаете, почему это появилось? Почему, потому что был антисемитизм? Нет, почему пришлось это обнародовать? А, так. Я был на гастролях в Израиле в конце 91-го года. И в этот момент распался Советский Союз. Что дальше нас всех ждет, было совершенно непонятно. И я узнал, что Израиль предоставляет желающим гражданство. Но я как-то подумал, ну, если дают. Ведь меня же не отнимают ничего, мне дают страсть к накопительству. Была мне присуща с раннего детства. Только копить было нечего, но страсть была. Я помню, как я на заводе работал, на почтовом ящике. И на этом радиозаводе диоды были. И я все время интересовался, а за сколько их могут купить, эти диоды? Сколько вы хотите доллар за эта штука? Нет, что вы, я вообще его не продаю. Это было вообще военное предприятие было. Сначала я выяснил, что их хорошо можно продать. А потом я выяснил, что их невозможно украсть. Так что у меня как-то все не сошлось. Но страсть к накопительству осталась. И я решил воспользоваться этой возможностью. Через два дня по центральному телевидению Михаил Осокин. Телеведущий, да. Да. Объявляет, что сегодня Хазанов стал гражданином Израиля. И как только начался 92-й год, у меня появился ваш коллега в прошлом по жизни в журналистике из московского комсомольца. И что это? Пресса. Я пригласил. Пресса. Это исключительно позитивно. Был такой у вас? Вот, так вы видите, я... Я тоже кое-чего про воспомню. Нет, это я шучу, потому что вообще я действительно давно за вами наблюдаю и не пользуюсь. Во-первых, мне очень приятно, что вы ничего не едите. Я сейчас буду, я думаю, я выбираю. Я только хотел что-то хорошее сказать, а вы сказали, сейчас буду есть. Ну ладно. И он мне задал вопрос. А зачем вы это сделали? Разве вы когда-нибудь что-нибудь негативное испытывали на себе? Ну вы еврей по национальности. Я молча. Встал с дивана. Подошел к стенке, открыл полку, там, ящик. Вынул из этого ящика вот эту учетную карточку. И говорю, как вы думаете, зачем 13-летний парень сам написал осетин? Почему не написать, что есть на самом деле? Чего он испугался? Почему он не хотел, чтобы эту национальность прочли другие? Наивный я был, надо было подойти к зеркалу и... У вас бы одноклассник был осетин, я думаю, вас же это натолкнуло на мысли про протеяния. Ну конечно, осетин, сходство. Нет, ну я до такой наглости я не дошел, чтобы русским себя записать. Мне бы сняться, как я есть. Вот чтобы было на что смотреть. Он говорит, его же сняли, он еще на это смотреть хочет. Я говорит, просто жалею, что вас так прилично снял. Но это в другой раз так с ему, с Астоном будете глядеть на свои карточки. Я не стал с ним спорить, я думаю, не важно какая карточка. Все же так видят.